Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про малоизвестные факты из биографии Василия Чапаева, которые не афишировали советские историки, но перед началом видео просим вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Одним из самых популярных героев гражданской войны, в советскую эпоху был погибший, в 1919 году командир дивизии, Василий Иванович Чапаев. Широкую известность легендарный военачальник, обрел после издания романа Фурманова Чапаев, в 1923 году, а всенародную любовь после выхода на экран одноименного фильма, в 1934 году. Литературный особенно кинематографический образ, существенно отличались от своего реального прототипа. Советские историки, также намеренно замалчивали некоторые факты, из жизни Василия Ивановича, которые могли опорочить его имя. Чапаев до революции. В СССР считалось, что Чапаев стал разделять взгляды большевиков еще в разгар Первой мировой войны. В книге легендарной «Начдив» Пантелеев вспоминал, что приехавший в отпуск Чапаев в разговоре с односельчанами резко критиковал царское правительство, войну и агитировал их против толстобрюхих богачей. Это свидетельство не подтверждается никакими фактами. Василий Иванович был верен солдатскому долгу, дослужился до звания фельдфебеля и за отвагу в боях был награжден тремя георгиевскими крестами и георгиевской медалью. Даже после свержения самодержавия Чапаев при выписке из госпиталя в марте 1917 года изъявил желание отправиться в действующую армию. Выздоравливающий был направлен в 90-й запасной пехотный полк, расположенный в Саратове. Василий Иванович добровольно вошел в ударный отряд полка и по некоторым сведениям, был одним из его командиров. В партию большевиков Чапаев вступил лишь в конце сентября 1917 года. Героический образ и реальный человек. В массовом сознании Чапаев воспринимался в образе бесстрашного всадника с шашкой в руке, на лихом коне. Василий Иванович действительно иногда таким образом воодушевлял бойцов, но делал это лишь в критических ситуациях в демонстративных целях. Во время Первой мировой войны Чапаев получил ранение правой руки, в результате которого были серьезно повреждены сухожилия. Ему было трудно ездить верхом и тем более владеть холодным оружием. В гражданскую войну Василию Ивановичу был предоставлен легковой автомобиль с личным шофером Василием Козловым. В романе и фильме были значительно смягчены наиболее резкие качества Чапаева. Адъютант штаба 4-й армии Восточного фронта, Савин так отзывался о Василии Ивановиче. Этот степной орел действует исключительно партизанским способом, не признавая никаких распоряжений штаба его жестокость, известно многим. Отряды Чапаева существовали путем того, что отбиралось у населения. В конце 1918 года партизанщина и самоуправство Чапаева могли стоить ему головы. В одном из донесений он обозвал командующего 4-й, армия их весена мерзавцем и предателем. В штабе армии состоялось заседание Реввоенсовета, на котором было решено отстранить товарища Чапаева, от должности предать суду и расстрелять. Он был снят с должности начальника Николаевской дивизии, но вместо расстрела отправлен на учебу в Академию Генштаба РККА. В середине 1919 года Чапаев приказывал командирам бригад и полков, жителей, уличенных в явной контрреволюции расстреливать на месте преступления. Характерно распоряжение комдива относительно охраны проводов, в случае порчи связи ответственность вплоть до расстрела, ложится на население. Чапаев и Фурманов. Самым щекотливым фактом в биографии героя, стал его конфликт. Фурмановым, который около 4 месяцев был комиссаром, в 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. Дружеские отношения сменились враждой, из-за ухаживаний Василия Ивановича, за гражданской женой Фурманова Анной Никитичной-Стишенко. Конфликт на почве ревности привел к серьезным последствиям. Перед тщательно готовящимся наступлением на Уральск Фурманов, докладывал Фрунзе, я уже не питаю к нему, Чапаеву, больше того доверия, которое питал прежде слишком многое прощал. Комиссар называл Чапаева авантюристом и карьеристом, и рекомендовал отстранить его от командование дивизией. Командование выяснило причину неприязни и приняло меры. Фурманов вместе с женой был переведен в политотдел Туркестанского фронта. Это, вероятно, спасло будущему писателю жизнь и позволило ему обессмертить имя своего соперника. Спустя месяц после перевода Фурманова штаб 25-й дивизии был разгромлен казаками. В ходе этого диверсионного рейда Чапаев погиб. Забота советской пропаганды о создании светлого и чистого образа героя выглядит напрасной. Имя Чапаева еще при жизни было окутано легендами. Неафишируемые ранее детали его биографии представляют большой интерес и ни в коей мере не снижают роль и значение этого неординарного военачальника.